Еще один пример производства на севере. От 200 до 400 детских кроваток в сутки мастерят на архангельском предприятии, которое работает в одном из цехов бывшего второго лесозавода. Сегодня его посетил глава Архангельска Дмитрий Морев. Аким Самедов расскажет подробнее. Едва ступаешь за порог предприятия «Аптепром-А», как сразу же окунаешься в детские воспоминания, когда сон был самым глубоким. Мы занимаемся обработкой и сборкой детской мебели, в данном случае детских кроваток. Используется массив березы. Она проходит полный цикл обработки, сверления, покраска и упаковка готовой продукции конечного покупателя. Работаем на современном, даже суперсовременном оборудовании, ЧПУ-станки и различные другие технологические приспособления. Оценил работу предприятия глава Архангельска Дмитрий Морев. Он также обсудил с руководством, как местная власть может содействовать развитию предприятия. Это предприятие находится в Архангельске. Мы вполне им гордимся, его результатами и его продукцией. Здесь производится в сутки от 200 до 400 детских кроваток. Конечно, большая часть распространяется в крупных торговых сетях за пределами Архангельской области и даже за рубежом. Это достаточно серьезные показатели и наша задача всячески поддерживать подобных производителей. Предприятие работает в одном из цехов бывшего второго лесозавода. 18% продукции идет на экспорт в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Грузию. Еще одна особенность производства – к труду привлекаются осужденные к принудительным работам. Осужденные могут получать заработную платью до 60 тысяч, могут проживать с семьями за пределами участков, пользоваться средствами мобильной связи, интернетом в свободном доступе, ну и в принципе проводить свободное время в совершении начальника участка за пределами центра. Отметим, что предприятие получило статус резидента арктической зоны. В планах увеличить производство и выйти на рынки еще нескольких стран ближнего зарубежья. Аким Самедов, Ольга Красулина, Регион 29.